Каждый 3-й четверг ноября гурманы всего мира отмечают праздник молодого вина Бажеленуло. Мы же, конечно, не исключение, поэтому сегодня с огромным удовольствием пришли на этот праздник в ресторан Аристократ, который находится в гостинице Аврора. Расскажите, пожалуйста, какое вино мы сегодня будем дегустировать и в чем его особенность? Спустя 6 недель после сбора винограда появляется это новое потрясающее вино. Чем же он уникальный? Фруктовым ароматом. Знаете, когда вы пьете Бажеленуло, вам кажется, что вы нюхаете такую вот корзину из фруктов. Это малина, это яблоки, это ежевика, это вот красные, спелые, сочные фрукты. Девушки, которые любят клубы, которые любят светскую жизнь, отдыхают и выбирают места для отдыха более спокойные, более элегантные, более изысканные, наверное, так, то есть ресторан Аристократ. Почему? Так как жизнь рабочая наша протекает в ночном режиме, в клубах, соответственно, в обычной жизни, в свободное время хочется чего-то более спокойного, поэтому, естественно, выбор упал на Аристократ, наш любимый ресторан. Бажеленуло сегодня собрало нас здесь. Вот на ваш взгляд, все-таки, есть ли какая-то особенная пикантность в этом вине? Конечно, нотка аромата цветов, аромата малины. Допустим, это для меня очень любимая вино. Я очень люблю натуральные вина без сахара, но с таким широким, обширным букетом, что после вкуся классное оставалось. Сегодняшнее молодое вино будет идеально сочетаться с теми сырами, которые вы предлагаете нашим гостям. Расскажите, все-таки, какие сыры сегодня у нас на дегустационном столе и, конечно же, представлены для наших гостей. Это швейцарский сыр тургау, французский морбье и также два вида голландской гауды. Одна с фисташками и вторая выдержанная однолетняя гауда. Эти сыры все сами по себе разные, но у каждого есть особенность, которая будет хорошо гармонировать с бажале. Морбье француз – это достаточно жирный, нежный сливочный сыр, который будет приятным контрастом к такому вот легкому воздушному вину. Тургау швейцарский обладает такими насыщенными травянистыми луговыми нотами, которые будут тоже хорошо сочетаться вот с таким же луговым, фруктовым, растительным духом в бажале. Сыр с фисташкой, опять же, за счет своей кислоты и остроты, будет также неплохим партнером. Ну и, конечно, выдержанная гауда. Разные виды выдержанной гауды хорошо сочетаются с практически всеми красными винами. За счет своей сладости и глубины они сглаживают некоторую остроту, тонинность, спиртозные нотки. Ну и с бажале тоже хорошо будет. На праздник Бажеленово собирается все больше и больше людей каждый год. Если 2-3 года назад в Харькове еще не совсем понимали, что такое, наверное, Бажеленово, что такое молодое вино, что это нужно отмечать, что это нужно праздновать, что нужно дегустировать, то сегодня мы видим, допустим, в ресторане «Аристократ» абсолютно все столы заняты. И вот почему, собственно, ты сегодня выбрал ресторан «Аристократ» для этого праздника, чтобы его отметить, я так понимаю, в прекрасной компании. Да, однозначно, уже не первый год именно это событие праздную здесь. В том числе это заведение собрало в качестве персонала, руководителя моих друзей. И, наверное, да, ты права, что с каждым годом вот эта, скажем так, тусовка в Бажеле все больше и больше собирает людей вокруг себя. Ну, я рад, что я являюсь частью, как бы, да, этого праздника. Давай все-таки расскажем нашим телезрителям, что такое праздник Бажеленово. Понятно, что это праздник молодого вина, но у нас сегодня особенное вино. Ну и, собственно, как его празднуют? На самом деле праздник Бажеленово – это то событие, которое имеет историю приблизительно полтора века. В середине 19 века впервые он появился. Вот, по сути, это тот праздник, когда откупоривается в бочке с урожаем Нового года вина Бажеленово. В чем основная особенность этого вина? Вина – оно не может долго храниться. То есть нет такого, что Бажеле десятилетний, пятилетний, семилетний выдержки. Нет. Бажеле нужно выпить, ну, максимально до мая следующего года, с ноября по май. Это максимально. А лучше до Нового года выпить. Поэтому этот праздник, значит, вот издавна уже отмечается во всем мире. Вы знаете, мне кажется, что это уже прекрасная традиция вас встречать в ресторане «Аристократ» на всех регустациях. Что в ресторане «Аристократ» особенного? Мне вообще нравятся и рестораны, и гостиницы. Очень хорошая кухня, классный шеф, отличный персонал. И очень многое меня связывает с этим местом. Вот, но я выбираю всегда самые лучшие места. И сегодня очень интересное сочетание вина и сыра. Я бы даже сказал, что доминирует не Бажеле, а сыр, потому что сыры очень классные. И очень хорошая палитра блюд, которые приготовил шеф. Особенно мне понравилась вариация камамбера, зажаренная корочка и сладкий соус. Очень хорошо. А Бажеле – это вино, которое нужно пить каждый день. Оно очень легкое. Сыры, должны быть легкие. Больше фруктов. Я называю вообще женской Кока-Колой.